Когда кто-то появляется в этом месте, две вороны начинают очень громко кричать. Наверное, у них там езду. В этих озерах раньше были лягушки, они были прекрасно уже. Сейчас там лягушки водятся и так громко плакают и устраивают такие концерты, что не слышно для лягушек. Аисты прилетают сюда для того, чтобы ловить этих лягушек и душить. Это ветер так сильно шумит. Здесь вообще ветреные места. Сейчас, когда стало теплее, как-то потише ветры. А буквально несколько дней назад такие сильные ветры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К.Кулакова К.Кулакова П.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... А может быть, уже аистята вылупились. Мы видели здесь две пары аистов. А это козлята. Хочет молочка. А мама не хочет вставать. Устала. Приходится кушать травку. Продолжение следует... А это сова. Просто средь пела дня сидит на скворечнике и спит. А в дубле на противоположном дереве сидит маленький соленок. Среди ветвей мелькает белочка рыженькая. Сегодня видели, как птичка прогоняла одну такую белочку. Наверное, у птички там гнездо. А белка, конечно, может его или разрушить. Не знаю, станет ли она кушать яйца. И птенчиков как-то обидеть, может ли. Но птичка очень беспокоилась и прогнала таки белку. Пришлось белке перебраться на другое дерево. Слышна сирена. Слышите? Крапива. Мне сказали, что она называется слепая. Потому что она не шутка. Крапива. 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 Труженик-шмелек собирает нектар. Красавчик. Субтитры создавал DimaTorzok Ромашки. А это Борвинок. Я не знала, что эти цветочки и есть Борвинок. Одуванчик. Это, не знаю, какие-то лесные цветочки нежные, красивые. Гриб вырос на пеньке. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok